Если очень вы хотите, то перейдите и шутите, и тогда вы победите, вы на сцене снова, ну что, готовы? Ну что, славянский партнер, здравствуй! Ой, ребят, как же круто оказаться здесь, в этом зале, в этом архитеатре, такая прекрасная атмосфера, столь позывающих... Жигуль, а ну, дыхание, еще, 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 все, что, все, опохмелился. Мать моя на кассе в Масильках работает, это вы. Надо пояснить, это два известных хулигана нашей команды, череп Масилькуль, вы же их узнали. Ребят, вообще-то здесь фестиваль, славянский базар. Может быть, у вас есть какой-нибудь творческий подарок? Конечно, песни у меня Жигуль так наприветствуют. Да, интересно, и в каком стиле он поет? В смысле? А я не знаю, может быть, поп? Какой поп он не крещет? Давайте уж тогда пойте. Хорошо. Фестиваль на фестиваль на фестивале живой. Отдыхать с ней очень приятно. Везде ходят с тобой. В магазин, на концерте, обратно. Собрала все лавая. Собрала все мои собачки. Чтобы выпить чуть-чуть, надо сделать лицо собачки. Я понял. Если бы он в команде нормальная песня. У меня есть. Лиза, пожалуйста. Я хотела отдыхать в Ницце и Монако. Муж как цены услыхал. Сказал, ехай, ехай! Пожалуйста, что? Так, я понял. Есть какой-нибудь нормальный подарок? Конечно, живой. Самый лучший подарок, это подарок, сделанный своим руками. Поэтому я хочу подарить Витебску розетку, которую я сделал в обществе слепых. А как ты ее сделал? Ты же не слепой. А кто-то увидит. Ребята, я так если вы понимаете, что это ответственное мероприятие, может, при встрече ко мне подошли организаторы, и сказали, если вы сегодня хорошо выступите, то они каждому дадут поехать. Ай, кто? Тихо, 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 тихо. Нет, если плохо выступит, то точно поебло. Ну давайте, чтобы вы зацепить вас. Ну что, думаешь, как на стране есть? Ну тогда давайте веселиться. Вы знаете, после каждого фестиваля, в конце, конечно же, бывают огромные фирмы. Но давайте представим, что в этот раз что-то пошло не так. Блин, ну написано же, жесть, выстрел. Лёх, ты это поократнее. Кто в ракетках служил? Ну ты. Ой, рот закрой. Может, выбьешь мою нафига? А, не дай бог, классикому выбьет. Ну да. Дырка в башке есть? Нет. Так, пять, где шестой? Конечно же, при устройстве на работу необходимо проходить интервью и собеседование. Давайте представим. Собеседование при приеме на работу на атомную электростанцию. Че, пацанок, хочешь работать у нас на станции? Если честно, просто мечтаю. Да ты че, полсмоленцка, об этом мечтай. Но перед началом нужно расписаться в технике безопасности. Слушайте, а можно я сначала прочитаю? Читай, ну. Хочи наши режиссеры не посетите. Это че такое? А че ты думаешь, если на АЭС что-то пойдет мне так, тебе че-то другое поможет? Пиши! А в любой компании, в любой организации всегда есть именно такой сотрудник. Ну что ж, уважаемые коллеги, я не случайно сегодня собрал воздействие на мне очередное собрание в субботу. Начальное, самый лучший на свете. Как вы знаете, я работаю в этой компании уже ровно 10 лет. И поэтому мне очень непросто сейчас сообщить о своем решении. Безусловно, самоправильном в мире. Я ухожу из полста генерального директора, а на свою должность хочу назначить... Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Михаила Масани. Да, да, да. Новый начальник. Диумы. Представьте, раннее утро, обычная очередь в обычную поликлинику. Я здесь. А кто предпосли? А? Я говорю, кто предпосли? Я тогда за вами буду. Извините, а вы не хотите узнать, как вы я? Да, какой вы? Я последний. Ну и все, что, мне в голову парить, а я последний. Извините, пожалуйста. Ладно, что, вы поздание. Я не последний, вот последний. А, ну тогда я за ним буду. Извините, а по-вашему, тогда как вы я? Вы, юноша, крайней. А еще и крайней. Так что мне это надоело, я спрошу в первую очередь. Держи, пожалуйста. Ну что, 8 утра, давайте, пожалуйста, начнем наш прием. И сегодня, философия, сейчас конца очереди. А сейчас самое время вспомнить чудесные школьные годы и уроки математики, которые просто невозможно забыть. Пифавора вышли на ранение. Во все стороны, равных... Что ты зыришь, так эти плюсы, ты сначала сердцем, потом выластвуй с них. Будешь с трудомиком, ты зато слюнями запевать, я тебя обещаю. Так, Есерин, повтори, что я сейчас сказала. Маме Ивановне, ну и ты не природница, я один, некоторым белый вес надобный. Прошло 15 лет. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях в нашей передаче грузчик компании Марка. И вопрос на 10 миллионов рублей. Чни штаны во все стороны равны. Хрен с ним, ну пусть будет Хитлером. Это неправильный ответ. А, блин. Правильный ответ? Да, ну так, фиксировал он не пригодится. А для молодежи будет понятна следующая ситуация. Обычная молодежная тусовка и вечеринка. Нет, 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 нет. Нет, что случилось? Нет, что случилось? Ты что, Паша? Ты представляешь, меня Поля прямо здесь, на вечеринке, и бросила. Слушай, Лен, ну так оставлять нельзя. Надо его отомстить. Я себе прямо, прямо жестко, сильно здесь отомстил. Я не знаю, это может быть потому, что у меня папа работает на ТКП. Лен, надо мириться. Поверь моему опыту, надо мириться. Момент всего в 12 километрах от Витебска, и поэтому у нас школа всегда знает, где учится Беларусь. И следующее домашнее задание рассказывает Киселёв. А у нас хватили газ. А у вас? Да. Вот видите, как он сразу заныл, а я царшусь. Согласитесь, современная поэзия это рэп. А если бы состоялся поединок, или, как сегодня модно говорить, версус-баттл между поэтами 19-го и 21-го века, это выглядело бы так. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, Витебска Тишу! Сегодня у нас есть президентный баттл. Представить 21-го века, не касательно века 19-го. Вину, пожалуйста, начнётся. Век 21-й, Эн-Ши, Зоиный, поехали. Послушай, Пушкин, я бил из твоей игрушки, я тебя Я выносу ей точку, от сих до сих не читал твою капитанскую точку. Иду по жизни прямиком, ты, Пушкин, ходишь по цепи кругу. Браво! Жёсткий плач, а теперь отвечает представитель века 19-го М.Ж. Пушкин! Погиб поэт, в воле чести пал, оклеветанный молодой. Ребята, сейчас давайте ещё раз перенесёмся в самый обычный кабинет и представим, как в самый обычный класс заходит самая обычная учительница. Ребят, 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 мне домашку сделали. Какая домашняя? С чего вы, в пасуной классе? Ты чё с тобой? Тихо, 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 тихо. Дядя, здравствуйте. У меня пропало вода с этим. Сразу пишу домашнюю работу, станет нас кипичной. Барри, вот он мне эти наркотики осматривает! Ааа! 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 Чайка грёбаная! Мари Ивановна, а можно красные ручки писать? Можно. А фиолетовый? И фиолетовое можно. Марион, мы опытаночные, для Чкепа детей не можем быть пять. Да хоть два, ты отводи, Иван Огл, вот для тебя одинарного лискана-то, тебе гигилу одинарного лискана-то четвертый, хватит. Сидоров, сын собаки. У тебя ручки нету, у тебя место фирмарий не заплечет, но ручку купить не может. Сидоров, сынок, пришло, и Тапокайсина говорит, здравствуйте, надо тебе просто Мартини, стоп, приставки нам. Их или черный тело, стоп, на ручку взять, не хотите ли мне, до хрена мне ручка. Я Мартини писать буду, тут круг палец ставлю, где цифры, конечно, говорят, так. Я ответила на ваши вопросы. Пишем дальше, седые дети. Дорогие друзья, на конце хотелось бы сказать, вы знаете, есть такое мнение, что в Советском Союзе секса не было, и многие моменты вырезались цензурой из советского кино. Но мы уверены, что все-таки в советских кинофильмах были моменты, после которых мог быть секс. Внимание на экран. Дорогая царица, очень рада. Очень рада, очень рада, очень рада. Можете лицать? Да, давай. Черт. Что ты можешь сделать за деньги? За деньги. Я могу делать все. Какая разница, товарищи. Теперь горматы. Я сказал, горматы. Помогите, помогите. Помогите, помогите. А что есть? Ясно. Тогда можно, нужно, а не нужно. Понятно. Прожите, хотя бы. Да, попробуйте. Ничего себе. Ваши рамы. Идем и тут. Совет. Не дай, друг отец. Привет. Черт. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо!